Уроженец Котласа Сергей Спирин уже 30 лет артист Северного Русского Народного Хора. В юные годы в родном городе он окончил музыкальную школу, затем поступил в музыкальное училище в Архангельске. Будучи студентом, прошел прослушивание в Северный Хор, с которым судьба навсегда его связала. А на этих выходных в составе хора Сергей приехал на Малую Родину, где на сцене ДК поморские артисты презентовали свою программу «Песни над Двиной», которая основана на авторских произведениях, новых оркестровых и сольных номерах. В новой программе написаны произведения специально для оркестра, были заказаны у молодых композиторов. Вот в этой программе мы их будем исполнять. Один номер «Желечка» и второй номер «Северного Увертюра». Программа «Песни над Двиной» была поставлена в прошлом году и приурочена юбилейным 50-м Ломоносовским чтением. Была первый раз показана в драмтеатре и имела очень широкий успех у зрителей в Архангельске. Поэтому мы решили в этом году наш гастрольный тур начать именно с этой программы. До того, как приехать в Котлас в рамках гастрольного тура по региону, Северный Русский Народный Хор выступил в Онеге и Красноборске. Далее в плане коряжа, Макатунина, Холмогоры. Хочется сказать, что зрители во всех городах нашей области принимают нас всегда хорошо. Я думаю, что это интересно молодым. Насколько я знаю по отзывам, те молодые люди, которые попадают на наши концерты, они навсегда влюбляются в коллектив и продолжают следить за творчеством. Я исполняю сольную песню. Называется она «Сокол». Эта песня была написана специально для меня, нашим местным архангельским автором и исполнителем Сергеем Григорьевым. Когда я только прочувствовала это, поняла, насколько это красиво. Тогда мне стало нравиться все больше и больше. И до сих пор в хоре Северном я работаю уже 17 лет. Приезд в Котлас Северного Русского Народного Хора послужил стартом в праздновании важной для города даты. Сегодня дам старт юбилейным мероприятиям. В этом году наш город Котлас отмечает 105-летие. Мало того, в этом году наша Архангельская область отмечает 85-летие. Я очень рада, что старт юбилейным мероприятиям дал именно наш известный, замечательный коллектив «Русский Северный Народный Хор».